Всем привет! Меня уже анонсировали. Я Lead Weapon Artist компании with Graphics. Сегодня мы поговорим об оружии. Прежде хочу сказать пару слов о нашей компании. Это не полный список наших клиентов, с которыми мы работали. Но основное это Activision и дочерние компании типа Infinity Ward, Slashhammer Games, также Warner Bros. Games, Binox, Crytek и так далее. Это список тоже не полный тех проектов, над которыми мы работали. Мы работали над всеми последними частями Call of Duty. И также из других проектов это Hitman, Rise и так далее. Сегодня мы поговорим об оружии. В чем суть моего доклада? Тема создания оружия очень большая, очень объемная. Каждый элемент пайплайна создания очень громоздкий, длинный. То есть можно целый день рассказывать о том, как делать текстуры, как запекать, как оптимизировать сетку или в таком духе. Но сегодня я хочу поговорить про создание хай-поли моделек. Потому что именно создание хай-поли моделек очень разнообразное среди разных вэппен-артистов. То есть текстуринг примерно всегда одинаковый. То есть одни и те же почти программы используются. А вот хай-поли это очень интересный момент. И у каждого художника свой подход может быть. И подходов много, и они разные. Если мы говорим о шутерах от первого лица, например, Call of Duty, то это, считайте, самый высокий стандарт вэппен-арта в принципе в индустрии. Потому что запросы и уровень качества, который требуется для создания оружия именно для Call of Duty, самые высочайшие. То есть если вы сделали пушку для Call of Duty, то считайте, для любого проекта вы можете создать оружие. И это не зря, потому что в принципе главный герой в Call of Duty это оружие. Мы его чаще видим, чем персонажи. Если мы говорим о объектах, я бы хотел небольшое выступление сделать. Если мы говорим о объектах, которые проходят полный пайплайн создания, начиная с хай-поли, затем лоу-поли, потом бейк и текстуринг, то такие объекты в играх можно разделить на 4 категории. Это пропсы, веиклы, персонажи и оружие. Эти категории существуют не зря, потому что по факту все они проходят один и тот же пайплайн, создаются одним и тем же образом, но в каждой из этих категорий есть свои особенности. И вроде бы программы опять одинаковые, но везде есть свои нюансы, которые нужно соблюдать. То есть недаром существует веикал-артист, характер-артист, вэппен-артист. Сегодня мы поговорим о оружии. И в чем же основное отличие оружия от, скажем, тех же пропсов? То есть по факту это одно и то же, но разница колоссальная. Во-первых, если мы говорим о шутерах от первого лица, то оружие занимает у нас от 30 до 50% всего экрана, когда мы играем, то есть постоянно. Соответственно, игрок видит оружие чаще всего в принципе. Опять, чаще, чем персонажей. Поэтому на вещах, где мы видим, которые видимы на оружии, детализация там максимальная. То есть количество полигонов почти не ограничено в современных играх. Плотность текстуры тоже самая максимальная, где вы можете себе представить. То есть даже на персонажах не бывает такой плотности, как, допустим, на видимых частях оружия, если это шутер. Также основное отличие от тех же пропсов – это сложность объектов. То есть вот здесь вот на слайде вы можете видеть примеры объектов, которые я делал. Это все цельный кусок, цельный меш. И, как вы можете видеть, очень много деталей разных. Очень много вырезов, сложные комплексные объекты. И именно сложность объектов заставила людей придумывать разные пайплайны создания этих моделей. Потому что классическим способом уже довольно сложно достигать такого качества и за нормальный промежуток времени. У меня в названии доклада ZBrush. Вообще программа как бы для скульптинга, для органики. Причем здесь оружие, hard surface. Чтобы правильно перейти к ZBrush и более понятно объяснить, как это происходит, я хочу сначала объяснить два основных самых популярных способа создания оружия на данный момент. Это subdiv и CAD. То есть все наверняка знают, что такое subdiv. Самые популярные программы это Maya 3D Max. Наверняка все о них знают. Модные пацаны сейчас делают в CAD. Это Fusion 360 или Moe. Ну и ZBrush у нас где-то посередине. Почему? Ну что ж, начнем, допустим, с subdiva. Я хочу сначала объяснить в двух словах плюсы и минусы и subdiva и CAD, чтобы было проще объяснить, почему я использую ZBrush. Что такое subdiv? Ну это наверняка любой начинающий 3D artist знает, что такое subdiv. Все начинают с него. Это классические программы Maya 3D Max. Мы начинаем с кубика, добавляем эджи, добавляем вертексов, экструдим фейсы, получаем нашу форму, накидываем на нее subdiv. То есть что такое subdiv? Это увеличение количества поликов и плавное распределение вертексов. Таким образом у нас моделька получается скругленной, мягкой, с плавными фасками и по факту готовая модель. subdiv, как по мне, можно сравнить в 2D графике растровой графикой. То есть как в растровой графике у нас есть пиксель, точно так же в subdiv у нас есть вертекс или edge. То есть самая простая логическая единица, которую мы можем изменить и получить модель. Какие же плюсы и минусы? Первый плюс – это универсальность. Еще раз, все знают, что такое subdiv, все знают, что такое my или max. Наверное, больше max знают, особенно те, кто начинает. Но тем не менее, если вы работаете в команде, то любой человек сможет открыть вашу сцену и понять, что в ней происходит. То есть все очень просто, наглядно, абсолютно универсальный способ. Второй плюс подходит для плавных форм. Это продиктовано тем, что у нас есть subdiv, и под subdiv мы можем иметь очень низкополигональную модель, которую очень легко редактировать, потому что мы можем взять маленький кусочек модели, подвинуть, и у нас вся форма плавно изменится. То есть можем представить себе крыло автомобиля или капот, или что-нибудь такие вещи, они просто редактируются. Очень удобно. И третий, самый главный плюс – это сокращает время low-poly стадии. То есть так как у нас production, и сначала надо создать high-poly, потом low-poly, то модель high-poly, созданную под subdiv, очень легко отредактировать для того, чтобы у нас получилось low-poly. То есть буквально минимальные манипуляции, удалить лишние эджи, чуть-чуть соптимизировать, у нас готова low-poly стадия. Это очень удобно, очень круто, это самый главный плюс subdiva. Но есть минусы. Опять, если мы говорим о сложных объектах, допустим, запчасти оружия, то это время затратности. Оружие – это очень сложные объекты, очень много вырезов, пересекающихся форм, и под subdiv это очень долго делается. Именно поэтому из-за этого минуса все начали придумывать другие способы создания high-poly моделек. Сложность редактирования. Еще раз, если у нас очень сложная модель, есть какой-то сложный вырез, его надо подвинуть, допустим, сильно подвинуть, то это уже очень сложно сделать в subdiv, и надо полностью переделывать модель. И неравномерность фасок – это более технический, скажем, элемент, но тем не менее фаски все под subdiv делаются руками. То есть каждый эдж, мы добавляем на него support-эдж, и у нас сглаживается фаска. И таким образом нам все руками надо делать. То есть автоматически фаска равномерно и не создается. Я считаю, это минус. И модельки и запчасти намного эффектнее смотрятся, если у них все фаски одинаковые, равномерные. Это по поводу subdiva. Что насчет CAD? Многие подумали, что действительно под subdiv это очень сложно, долго делается. Какой может быть выход из этой ситуации? И подумали, почему бы не использовать программы, которые используют в реальной жизни для создания оружия? Даже не оружия, а любого современного объекта, который сейчас существует в реальном мире. То есть стул или запчасть, какая-то пластиковая, пульт или что угодно. Все эти вещи создаются в CAD-программах. Что такое CAD-программа? Это по факту замена чертежей старых, которые были на бумагах. Теперь у нас есть это все в модельках. Мы, допустим, эту модельку закидываем в станок ЧПУ программированный. И станок нам вырезает нашу нужную модель. В чем плюсы? Плюсы в том, что если в subdiv это была растровая графика, так можно сравнить, то CAD это больше векторная графика. У нас здесь нет полигона, у нас здесь нет вертекса. У нас есть формы, у нас есть примитивы, у нас есть кривые. Все задается математическими формулами. И это довольно удобно. То есть, когда мы создаем модель, нам не нужно думать о топологии, полигонаж. То есть, это все нам неинтересно. И за счет этого у нас развязываются руки, можем делать намного больше, намного быстрее. И самый главный плюс CAD-моделирования – это булевые операции. Если в двух словах, что такое булевые операции, вот на слайде вы видите слева – это результат объединения двух объектов. У нас есть кубик, у нас есть сфера. Мы их объединяем, получаем один объект. Второй пример, самый распространенный – это вырез. То есть, у нас есть один объект, мы вырезаем из него второй. Получаем результат вот такой, как мы видим. И третий, менее распространенный – это пересечение. То есть, два объекта пересекаются друг с другом, и результат получаем их пересечения. В чем плюс и крутость булевых операций, особенно в CAD-е? Это, во-первых, в том, что их можно редактировать. То есть, в Subdiv точно так же они есть. Но, параллельно в том, что если, допустим, у нас сложный объект, нам надо один вырез, второй, третий, четвертый, пятый, то когда мы дошли до шестого выреза, мы понимаем, что первый у нас сделан неправильно. И чтобы его изменить, в Subdiv нужно будет Ctrl-Z каждый раз нажимать и все делать заново. В CAD-е так не обязательно. Мы можем каждый вырез редактировать. И это самая крутая фишка CAD-а. Какие же плюсы и минусы CAD-а? Ну вот, как я уже сказал, преимущество булевых операций. Очень редактируемо, очень быстро. То есть, также булевые операции – это, как по мне, очень классный и крутой способ мышления, создания объектов. То есть, булевые операции – это, по факту, замена станка, токарного станка в жизни. То есть, как создается любая запчасть, допустим, берется стальной брусок, закидывается в станок, и станок просто отсекает все лишние части. Делает вырезы, фаски срезает. Точно так же работают булевые операции. И если мы мыслим точно так же, как станок бы обрабатывал эту запчасть, запчасть, то процесс создания намного легче и быстрее. Потому что булевые операции – это, по факту, операции вырезаний. А subdif – это больше операции наращиваний. То есть, мы начинаем с маленького кубика, добавляем ему форм и получаем нужную форму. Плюс отсюда выходит скорость. Опять, у нас нет топологии, нам не надо думать о лишних вещах, мы заботимся только о формах. Все классно, быстро выходит. И легкость редактирования, как я уже сказал, с булевыми операциями мы можем любой вырез подвинуть, отодвинуть, изменить фаску. Это круто-быстро. Но у нас много минусов. Во-первых, low-poly с нуля. Те художники, которые работают в Fusion, например, это довольно проблематично выкинуть модельку из Fusion и сделать из нее, допустим, low-poly модель. Потому что у нас production, и просто high-poly нам недостаточно. Нам надо ее эффективно превратить в low-poly. Проблема CAD-программ в том, что они не созданы для геймдева. Они созданы для промышленного дизайна. Они сделаны для того, чтобы эту модельку уже отправлять в станок. И станок нам выдает готовую запчасть в реальной жизни. В геймдеве нам такое не надо. Нам надо сделать дальше low-poly. И, соответственно, low-poly – это проблема. Либо ее создавать заново, либо какими-то костылями перекидывать из Fusion в нормальные программы и пытаться как-то редактировать сетку. В общем, это долго. Это можно, но это долго. Это намного дольше, чем в Subdiv. Большое количество ПО. Арсенал программ, которые используются для всего продакшена, оружие просто гигантский. То есть программ очень много. И CAD-программы, они очень узкоспециализированы. То есть они создают буквально этап high-poly. Они до конца нам high-poly даже не создают. Это маленький этап. И ко всему этому арсеналу мы добавляем еще одну программу, в которой надо разбираться, в которой надо хорошо знать инструментарий, потому что от этого зависит вся наша high-poly модель. Отсутствие мягких фасок. То же самое. Программа у нас создана для реальной жизни. Можно, конечно, в Fusion делать, допустим, мягкие фаски, но это тоже ручная работа. Каждый edge надо будет выбирать и делать фаску. Это неудобно. Неудобство с плавными формами. Это более технический вопрос, но тем не менее в Subdiv это много проще. Мы выбрали пару вертексов, подвинули, у нас уже есть плавная форма. С CAD-ом не так все просто. Конечно, крыло автомобиля делается в CAD-е для настоящих машин, но это сложный процесс и долгий. Ну и ограничение CAD-программ. То есть все происходит из того, что CAD-программы созданы для реальной жизни. То есть они не созданы для геймдева. Отсюда у нас вытекает много всяких ограничений. Допустим, там фаску не можем сделать такую, как им надо. Или, в общем, бывают такие случаи, когда программа говорит, нет, так нельзя, потому что, ну нельзя, для реальной жизни это не подойдет. Это что касается Subdiva и CAD-а. В чем же суть ZBrush? Почему ZBrush? Крутость ZBrush в том, что он соединяет в себе самые крутые плюсы, как Subdiva, так и CAD-а вместе. Начнем с того, что ZBrush в принципе все время поддерживал Subdiv. То есть вы можете закинуть в ZBrush любую модельку или создать там модельку и накинуть на нее Subdiv. Subdiv будет точно такой же, как в любой классической программе. Типа Maya Max. Но что самое крутое, что начиная с версии 4.r.8 в ZBrush добавили динамические булевые операции. И это самый главный плюс CAD-программ. То есть вот как на слайде вы видите, слева это нагромождение каких-то форм, которые непонятно что делают. А справа мы видим готовый результат, когда эти все формы уже применяются. И мы видим все вырезы, все отверстия. Но что самое классное, что все эти объекты до сих пор хранятся в программе. И все эти объекты созданы под Subdiv. То есть это как бы такое соединение двух самых главных плюсов Subdiv и CAD-а в ZBrush. Теперь давайте пройдемся по конкретным плюсам. Преимущества булевых операций. Вот на примере на слайде мы видим иерархию сцены. Вот здесь все объекты. Я их по очереди включаю и просматриваю. И мы видим динамический результат, какой получаем, допустим, от объекта. Каждый из этих объектов, он там есть, он никуда не девается, он не применяется. Мы можем его редактировать, можем двигать, скейлить, ротейтить. Все будет отображаться и все будет находиться до сих пор в сцене. Скорость, легкость редактирования. Тоже за счет того, что у нас простые объекты, созданные под Subdiv. Мы можем их выбирать и в реальном времени редактировать. То есть ротейтить, мувать, скейлить. Мы можем даже отдельные вертексы выбирать и двигать их прямо в сцене. И как мы видим, результат мы видим прямо вот сейчас. То есть в тех же CAD программах, в том же Fusion, чтобы, допустим, изменить какую-то форму, это надо зайти в одно меню, потом в подменю, нажать редактировать, поменять, нажать применить, и только потом мы увидим результат. Здесь, как в любой, как в майке или в максе, мы выделяем объект, нажимаем Move, двигаем, все, мы видим результат. И самое главное, что эти все объекты созданы уже там, они в Subdiv. Подходит для плавных форм. То же самое. Если у нас программа поддерживает Subdiv, то мы можем хоть скульптить эти объекты, потому что у нас есть топология правильная. Скульптить, конечно, не всегда доводится, не самая популярная вещь, но тем не менее это можно делать. То есть крыло автомобиля, допустим, у нас есть со всеми отверстиями под крепление для двери, например, или болты какие-то, они все остаются на месте. А общую форму мы можем до сих пор поменять, просто подвигав вертексы. Это очень удобно, очень круто. Нет ограничений CAD. Ну, как я уже говорил про CAD, что всякое может быть, программа что-то не позволит вам сделать. Здесь же вот видно, я закидываю просто цилиндр в сцену, накидываю Subdiv, указываю с цилиндра как вырез, и вот, пожалуйста, самые безумные результаты, какие можно получить в реальном времени. То есть просто Rotate, Move, и программа нам показывает, как это все работает, как оно выглядит, и это очень быстро. Вот наглядный пример. Это не моя моделька, но хорошо сделанная под Subdiv. Слева мы видим сетку, справа уже готовый результат. Я, честно говоря, не знаю, сколько человеку потребовалось на создание данной модели. Это очень долго. По факту вся сетка вот здесь, это ручная работа. То есть каждый цилиндрик, каждый болтик, все эти штуки с пересечением друг с другом, они вручную сделаны. То есть каждый вертекс надо привалдить к другому вертексу. Потом нажать, применить Subdiv, у нас получается моделька. Это, конечно, все круто, когда человек такое умеет делать, когда у него красиво это все выходит, когда он для себя это, допустим, дома делает. Если мы работаем, допустим, для клиента, а такое часто бывает, и клиент нам говорит, что вы знаете, этот двигатель, он у нас в сцене довольно маленький, и вот эти вот решетки на радиаторе, они рябь создают. То есть шумит в сцене, надо бы меньшее количество их сделать. Ну и как бы все. То есть человеку, чтобы изменить количество этих штук, это просто головная боль, это все заново надо делать. Художник обижается, он делает что угодно, но переделывать он точно это не захочет, потому что это очень долго. То есть даже вот здесь, вот этот цилиндрик, допустим, подвинуть его на сантиметр вправо, то все. И как бы плотность сетки такая гигантская, что мы просто даже один вертекс подвинуть не можем. То есть это очень сложно. Ну а теперь можете засечь время, сколько у меня выйдет похожей сложности моделька в ZBrush. Не такая большая, конечно, но похожая, но по сложности точно сопоставимая. Это вот гифка в реальном времени. Понятно, у меня уже есть присозданные объекты, но это простые объекты. Кубики, цилиндрики. Вот я беру, выделяю, дублирую один цилиндрик, второй. Допустим, отверстия точно так же к ним добавляю. Все, вроде бы похоже то, что мне надо. А, еще вот количество ребер, допустим, мне надо поменять. Просто вот берем, удаляем, двигаем. Пожалуйста, все есть. Осталось сделать хайпольку, чтобы мягкие фаски были. Нажимаем просто применить. Программа нам это применяет. Я дай намешу. Вот полишу края. Все, готово. Хайполь. То есть, сколько тут? Меньше минуты прошло. И это абсолютно аналогичная сложность вот к предыдущему слайду. То есть, почти то же самое. И очень быстро. То есть, любой объект редактируемый. Любой объект можно поменять, отскейлить еще раз. Все очень динамично и классно. Но, с другой стороны, допустим, знающий человек скажет, а как же лоу-поли? То есть, это все классно. Конечно, мы хайпольку создали, она с динамешнутая. Но у нас нет источников, как, допустим, в том же кате. Потому что после када вот модельки точно так же выглядят. Они закидываются в зибраж, накидываются в динамеш, фаски сглаживаются и все. Лоу-поли надо заново делать. Но не в зибраше. Так как у нас есть иерархия, вот здесь. Сейчас будут добавляться объекты. А, ну, они уже добавились. Это примененная модель. Но, тем не менее, все вот эти объектики, которые мы создавали, они у нас сохранены. Они у нас есть в сцене. И мы точно так же их делаем в мае. То есть, закидываем по очереди и выбуливаем друг из друга. И у нас выходит лоу-поли. То есть, полностью готовая. Это самая крутая фича и самая классная штука по сравнению с кадом. Потому что в каде вот этих вот моделей нет. Потому что они создаются формулами, кривыми и все. А здесь же мы эти модельки создаем под сабдив. И вот в конце все, что нам остается, это просто соединить вертексы. Правильно, типа, оптимизированную топологию сделать и все. А так все модели вырезаем и получаем лоу-поли. То есть, может быть, это не настолько быстро, как после сабдива. Может быть. Но это зависит от разных, от сложности объекта и всяких разных аспектов. Но это точно колоссально быстрее, чем если мы будем использовать просто кад. То есть, это супер быстро и удобно. Какие же минусы у всего этого? Минусов не очень много на самом деле. Первый самый главный минус это нераспространенность. Потому что очень неочевидный процесс. Структура хай-поли сцены тоже нестандартный. Я вам чуть-чуть попозже объясню, как работает это все. И было у меня такое с клиентами, что я создал модельку, хай-поли отправил на аппрув, мне говорят, нет, не подходит, нам надо под сабдив. Но слава богу, удалось уговорить клиента. Но это распространенная ситуация. Такая же проблема, кстати, у тех людей, которые делают под кад. Потому что те, кто делают в каде, они точно так же перекидывают в зебраж и в зебраше делают мягкие фаски. По факту. То есть при этом в зебраше можно все сделать. Нам не нужен кад. То есть если мы потом закидываем в зебраж, то зачем использовать то, откуда мы это перекидываем, если можно все сделать в зебраше. Ну и последний минус, он такой самый технический и, как по мне, не сильно значительный, это отсутствие классических инструментов полигонального моделирования. Звучит круто, но по факту, что это означает? Все мы знаем, как создаются простые объекты в Maya или в Max. То есть мы создаем кубик, у нас есть классические кнопки типа W и R. Все знают, как они работают. То есть мы экструдим, двигаем все. Это удобно. В зебраше не так удобно. Там есть инструмент Zmodeler, с помощью которого создаются такие объекты, самые простые. Но я честно им не пользуюсь, потому что он очень неудобный и тугой. Тугой и не самый удобный. То есть я в зебраше использую связку Maya плюс зебраж. Если у меня, допустим, мне нужны вырезы какие-то, это цилиндрики, кубики, они у меня уже созданы, у меня в папочке есть, допустим, цилиндр на 6, на 8, на 10, на 12. Это все от заготовки. Если надо чуть-чуть сложнее что-то, я создаю это быстро в майке, закидываю в зебраж, и вот у меня готовая сцена, все есть, все настраиваем. Теперь чуть-чуть подробнее, как организована сцена в зебраше, как это работает вообще. Довольно нестандартный способ. Чтобы сделать хайпольку, я использую две сцены в зебраше. Первая сцена – это вот динамическая сцена. У нас есть иерархия. Каждый объект у нас здесь есть. Мы его можем редактировать, мы его можем двигать, и мы видим, как собирается вся пушка у нас, допустим. Это очень важный момент, потому что при создании любого оружия, когда вы его создаете, в конце вам надо будет что-нибудь отредактировать. Не бывает такое, что у вас все сошлось. То есть это очень сложные объекты, очень много аспектов, которые надо учесть, особенно если много движущихся объектов, то есть там слайд от пистолета отъезжает зад вперед, вам надо все это учесть. И у меня всегда такое бывает, когда в конце мы создаем все вместе, надо что-то подвинуть, надо что-то отредактировать, надо что-то переделать. И вот эта сцена идеально справляется с этой задачей. То есть мы в ней все настраиваем, все у нас работает. Когда мы все собрали, мы нажимаем применить и создаем вторую сцену. Вторая сцена — это когда уже все булевые операции применены, и у нас есть хайполька. И мы дайномешим ее. То есть что такое дайномеш в ZBrush? Это сетка объекта создается очень плотной и тяжелой. Таким образом, чтобы мы могли буквально скульптить по этому объекту или, допустим, применять polish и сглаживать все края. Очень классный способ. Все фаски равномерные, плавные, красивые, аккуратные. То есть руками еще не делается, все процедурно делается на все. И это очень круто и удобно. И это вторая сцена. То есть две сцены. Первая динамическая, редактируемая. Вторая вот с дайномешн. Когда у нас все устроило, в области она все классно, я применяю decimation. То есть обычно в такой модельке очень плотная сетка. То есть это 3-5 миллионов полигонов. Это очень много. То есть если мы закидываем в майку, чтобы использовать как хай-поле для бейка, это сильно много. Decimation перепросчитывает сетку таким образом, что в тех местах, где у нас есть изменения поверхности, полики остаются. В тех местах, где у нас плоские пространства, количество поликов снижается. Визуально мы не видим никакой разницы, но по факту полигонаж у нас уменьшается колоссально. То есть там 3-5 миллионов было, стало 200-300 тысяч. И это уже вполне отличный себе полигонаж для любой модельки, чтобы использовать как хай-поле. То есть майя потянет, все без проблем, все круто. Единственный минус, что после decimation мы уже ничего не можем сделать с этой моделью. То есть чтобы внести какие-то изменения, надо возвращаться на первую сцену, поменять что-то, сдайномешить и потом сдесимейтить. На первый взгляд, это как бы долгий процесс. То есть по факту аж 3 сцены надо создавать. Но все равно это намного быстрее, чем в WhatsAppDiv или в CAD. Ну и вот мы получаем готовую хай-польку. Это моя модель, которую я делал. В чем крутость и преимущество данного способа? Особенно если мы работаем для клиента. Нам всегда дается какой-то определенный эстимейт на пушку какую-то. То есть эстимейты довольно большие. То есть там 20 дней, 25 дней. И крутость данного процесса в том, что на хай-поле я срезаю очень большой кусок времени. И я это же время, которое у меня остается, я могу его потратить на текстуры. То есть текстуры это вообще такой процесс, когда на него много времени не бывает. В принципе. И это очень круто. То есть можно сделать финальный полиш. Можно там вообще самые мельчайшие детали отредактировать, сделать, чтобы все было супер красиво выглядело. и ZBrush со своей хай-поле сценой. Он... Что-то поломалось. Да. Это та же моделька. Я сделал для нее анимацию. Спас несколько часов времени. Можно было сделать анимацию. То есть это очень классный способ. Очень удобный. Я для всех частей Call of Duty, над которыми работал, я делал так. И все выходило шикарно. И всем рекомендую так попробовать. Перед тем, как мы закончим, у меня есть также пару советов для начинающих людей, которые делают оружие, хай-поле модельки оружия, даже не для начинающих. Самая первая проблема, вот я с этой штукой тоже сталкивался постоянно. Допустим, вам дается таск. Сделать какую-то модельку. Допустим, автомат Калашникова. Вы берете, находите фотореференсы. Сверху, сзади, спереди, сбоку. Начинаете моделить. Начинаете с больших форм. Типа там цевьё, приклад. Все это делаете, все круто. А потом в середине моделинга вы понимаете, что у вас магазин не влазит. Или патроны сильно широкие. Или патроны не влазят в магазин. В общем, таких проблем масса бывает. И чтобы избежать таких вещей, а особенно если у нас, допустим, референсы на какую-то старую пушку, в которой фотореференсов вообще нет. Ну или есть, но какие-то они там странные. Виды сбоку, сверху нет вообще. То есть это какая-то абстрактная фотка. То есть ширину оружия вообще никак не угадаешь. То есть это самая частая проблема у всех начинающих. Типа ширину все делают на глаз. И потом точно не сходится. Как я делаю? Я сам сталкивался с такой проблемой неоднократно. Как я делаю? Я делаю, начинаю моделить с патрона. Любое огнестрельное оружие, оно создано для того, чтобы патрон отправлять из магазина, в ствол и по назначению. На любой патрон мы можем найти самую подробную информацию. Калибр, толщина гильзы, длина гильзы, толщина оснований, ну короче, что угодно. Вся информация подробнейшая на любой калибр существует в Википедии. Я создаю сначала патрон по вот этим супер точным данным. Затем я создаю все объекты, которые не обязательно полностью создавать. Я, допустим, блокинг могу сделать магазина из ствола. То есть магазин – это вообще самый решающий фактор толщины оружия, грубо говоря. То есть если в пистолете мы, допустим, смотрим, то самый важный фактор толщины оружия – это если у нас в магазине даблстайк или синглстайк патронов. То есть патроны в два ряда или в один ряд. Вот классический пример Colt 911 – у него патроны все в один ряд. Пистолет довольно узкий. Какой-нибудь Glock – у него патроны в два ряда. Он толще. Точно так же есть модель Glock – на один ряд патронов. Он заметно тоньше. Это как бы основной фактор, который влияет на ширину оружия. Поэтому когда у нас есть, допустим, уже магазин с патронами внутри, у нас есть ствол, то все поверх него создается суперлегко, удобно, все будет логически работать и работать будет круто. То есть в любом случае мы не можем создать идеальное, повторить какую-то пушку, которую нам дают. Это невозможно. Это можно только, если у нас есть фотоскан или оружие прямо в руках у нас есть. По фотографиям никогда ничего идеально не повторить. Потому что любая фотка сделана с линзой, линза дает нам искажения и идеально ортогональных фотографий не бывает. Поэтому если мы делаем сначала патрон, то у нас точно все выйдет. Как минимум оружие будет логически работать у вас в игре. И это самое главное. Ну и второй аспект, о котором я бы хотел поговорить, это толщина фасок. То есть если кто не понимает, фаски — это грань между поверхностями. Самая распространенная ошибка — это острые фаски. Снизу вы видите пример с острыми фасками, сверху с мягкими фасками. Вот они мягкие, вот они твердые или острые, если так можно сказать. Ни в коем случае не надо делать острые фаски. Это плохо. В любом случае. Самый главный аргумент людей, которые делают острые фаски, они говорят, ну в жизни же так, правильно? То есть мы же создаем оружие максимально приближенно к жизни. И в жизни острые фаски. Ну как бы тут не поспоришь, но проблема в том, что разрешение человеческого глаза координат отличается от разрешения экрана. И человеку с хорошим зрением, чтобы определить форму объекта, ему не нужны мягкие фаски. Он, допустим, видит объект и понимает, как он построен, видит переход между плоскостями и понимает его форму. В игре у нас может быть маленькое разрешение. Может быть отключен анти-алайзинг. И форма теряется. Я такое очень часто видел в играх современных. Это очень распространенная проблема. Все делают острые фаски. Оно выглядит непонятно. Особенно если мы, допустим, объект отдаляем от нас подальше, то тогда форма вообще теряется. Это превращается в кашу. Ничего не понятно. Это одна причина. Есть еще вторая причина. Конечно, она не настолько затрагивает оружие, но тем не менее, если мы делаем мягкие плавные фаски, у нас лучше запекается нормал мэп. Потому что, грубо говоря, у нас есть на одной поверхности больше пространства для того, чтобы отобразить переход от одной плоскости к другой. То есть больше пикселей, грубо говоря, на информацию между плоскостями. И, соответственно, лучше нормалка выглядит. Почему это не настолько применимо к оружию? Потому что на оружие обычно дается большой резолюшн текстуры. И потерять прям фаски – это довольно сложно. Но если у нас мип-маппинг или маленькое разрешение, то это теряется. Надо фаски мягкими делать. Это вот сто процентов. Я всегда делаю мягкие. И если у меня металлический объект, я делаю максимально мягкую фаску до тех пор, пока у меня начинают расплываться самые мелкие детали. То же самое касается пластика. То есть если посмотреть на пластиковый пистолет Глок, у него пластиковая рамка и края тоже очень острые. Такие же острые, как в металле, в принципе. Это в жизни. Но в игре намного круче и прикольнее, если мы будем, уже начиная с фасок, определять материалы. То есть так без информации на текстурах, уже просто с бейком мы будем понимать, где какой материал. Поэтому на пластике я чаще всего делаю еще мягче фаски. То есть эта разница между толщиной фасок будет даже определять материал и будет в любом случае выигрышней смотреться на вашей модели. Ну вот, в принципе, это все. Подождите секунду. Спасибо. Также хотел сказать, что наша компания всегда ищет новые таланты. Если вы чувствуете в себе силы для ААА проектов, мы всегда рады новым клиентам и сотрудникам. Поэтому у нас здесь присутствует HR, наш Рома. Подходите к нему. Если не знаете, как он выглядит, подходите ко мне, я вам покажу. И я думаю, время для вопросов. Спасибо. Хорошо. Поднимите ручки, у кого есть вопросы. Хорошо. Здравствуйте. В общем, мой pipeline очень похож на ваш. И недавно я столкнулся с такой проблемой. Нужно адекватно перенести референс плейны и чертежи из софта, в котором я делаю, собственно, основную модель, в ZBrush. И это достаточно сложный процесс, как оказалось. Я с этим борюсь тем, что у меня референс плейн и основные формы, которые задают размер объекта, они созданы в мае. То есть в мае у меня четко уже референс плейн, в майке у меня создан патрон. Ровно по размерам, которые мне нужны, у меня есть куча боксиков, которые создают границы моей пушки, конкретных деталей. Да, потому что в ZBrush это очень неудобно. Туда имидж плейн перекинуть с соблюдением скейла очень тяжело. И скейл будет неадекватный. Поэтому, да, это минус. Я справляюсь с этим майкой. То есть в мае. Ну и хотел бы вступиться за ZModeler. Он на самом деле даже неплох. Да, я абсолютно согласен. Любой инструмент, если разобраться в нем, если приловчиться, то любой инструмент будет удобный. То есть тот же самый начальный интерфейс ZBrush, люди, которые первый раз его открывают, они вообще не понимают, как это, что это. То есть очень неудобный интерфейс. Я абсолютно с этим согласен. Но к любому объекту можно привыкнуть. Поэтому, да, если вы классно делаете в ZModeler, то это круто. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. А что, если фаски нужны разного размера? Может, это не в оружии применяется? Да, согласен. В общем-то частый вопрос. В ZBrush можно, я в таких случаях создаю маски. То есть там в ZBrush можно либо автоматически создать маску по краям, либо можно просто выбрать инструмент маску, замазать те места, которые вам не нужно редактировать, и, допустим, дальше смузить. Поэтому то, что у вас будет замаскировано, оно останется с одной толщиной, а то, что вы дальше будете смузить, уже будет более мягко. Вот в основном я так справляюсь с этой задачей. Спасибо. Так, у нас еще есть вопросы. Поднимайте ручки, ребята. Я сначала туда схожу, они раньше подняли. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Хочу вас спросить, приходилось ли вам разрабатывать оружие для мобильных проектов с низким полигонажом? Да, доводилось. И какой у вас был пайплайн к этому? Пайплайн особо не отличался. Просто в ZBrush удобно то, что мы можем те формы, которые мы вырезаем, изначально для high-poly, допустим, которые мы используем для вырезов, мы можем их уже изначально планировать на low-poly стадию. То есть, если у меня, допустим, круглое отверстие, то для AAA проекта я возьму цилиндр на 20 граней и потом его буду использовать на low-poly точно так же, мне не надо пересоздавать этот цилиндр. То для мобильной версии я просто возьму цилиндр на 6 или на 8. И все. И, наверное, еще количество детализации гораздо меньше будет, да? Ну, логично, да. То есть, если у нас меньшее количество граней, то полигонаж меньше, некоторые вещи можно вообще забейкать. То есть, в современных AAA почти ничего не забейкивается, прям поверхность, все вымоделивается. В мобилках можно все бейкать, какие-то детали на поверхности без проблем. А substance не используете для фасочек? Substance для фасок? Для чего-то такого. Все через браш делается? Да, да. То есть, high-poly, то есть, никаких флотеров, никакой такой фигни я не использую. Все есть уже сразу в модельке. Если есть там какие-то детали, то они есть на high-poly. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. У меня несколько вопросов. Во-первых, я хотел бы понять, как вы потом делаете окончательную ретопологию? То есть, вы оставляете ту, которая Decimation Master вам дает, или вы потом ее где-то переделываете? Нет, я же говорил, у меня две сцены. Сейчас отлистаю обратно до low-poly стадии. Вот, у меня есть две сцены. Первая сцена – это динамическая, с булевыми операциями. И вот, чтобы создать low-poly, я использую эту сцену, беру из нее все вот эти объекты, которые у меня есть, и буквально в мае их выбулеваю заново. И таким образом у меня получается low-poly. А high-poly стадия, она другой сценой. И поэтому те формы, которые для low-poly, они у меня уже есть. Я их просто вот выбулил в майке, у меня получилось low-poly, я просто вертексы соединил, и все, и готовая сетка. Это вы в мае просто заново создаете все те же объекты? Нет, в том-то дело, они в ZBrush у меня уже созданы. Я их просто экспорчу, допустим, в мае, и выбулеваю друг за другом, вот как у меня в ZBrush это создано. Много объектов экспортить приходится. Да, много, согласен. Но опять, это быстрее, это быстрее, чем… Второй вопрос был… Я сейчас вот тоже делаю оружие, это интересно. Делал, допустим, двустволку и вот столкнулся с проблемой, что я когда ее закончил, логика была такая, что нужно быть мутантом с очень длинными пальцами для того, чтобы дотянуться до кругов. То есть изначально была плохо продумана логика оружия, его эргономика и не очень хорошо продуманный концепт. Вот как вы концептите оружие, то есть как у вас идет продумывание логики для того, чтобы понимать, что живой человек этим оружием теоретически смог бы воспользоваться? Хороший вопрос. Ну, что касается концептов, когда я концептую оружие, то самое главное – это просто опираться на реальные экземпляры оружия. Если вы делаете двустволку, то логично, что вам надо посмотреть все двустволки, которые в мире существуют, посмотреть, например, на расстояние курка от приклада или рукояти, которое вы используете. Оружие – это на самом деле очень простой объект в плане того, что он ограничен патроном. То есть, опять, как я уже говорил, патрон надо отправить в ствол и отправить по назначению. Все вертится вокруг этого. То есть, я когда концептую, я использую референсы настоящего оружия, как это все выглядит, поэтому курок от рукояти далеко отодвинуть – это довольно легкая, простая ошибка. Мама говорит, что я особенный. Ну, нет, я верю в вас. Спасибо. Ребята, есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Очень интересно было послушать. Скажите, а если вам нужно… Бывают такие случаи, что вам нужно вносить правки на этапе low-poly, то есть при этом пофиксить сначала high-poly модель, особенно вот, например, те части, которые вы говорите сложные, типа как корпус автомобиля, например, которые вы, я так понимаю, делаете в мае. Потом забрасываете. То есть, вы возвращаетесь вот на этот свой первоначальный этап. Да, если нужны какие-то правки, я возвращаюсь на самый первый этап. Создаю в динамической сцене, потом в динамеш, потом в экспорт, в high-poly. И на самом деле, да, это звучит, конечно, не сильно прикольно, то есть много этапов надо заново проходить. Но, опять, это все очень круто работает именно с оружием, когда у вас очень сложный объект. Когда, допустим, что-то проще, то я чаще могу подсабдив это сделать, если это пропсик какой-то или еще что-то. Этот pipeline идеально работает для очень сложных объектов. И всегда какие-то правки. И чем больше вы пройдете, допустим, заново эту итерацию с high-poly до low-poly, тем больше вы увидите ошибок. И они всегда встречаются. Если это сложный объект, всегда. То есть, это на самом деле довольно полезный процесс, который заново приходится проходить это все. Конечно, время теряется, но, опять, оно не теряется как с абдивом, как с кадом. Все равно это быстрее. Спасибо большое. Ребята, еще есть вопросы? Есть. Окей. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Здравствуйте. Я хотела спросить, какую программу вы используете для развертки оружия? UV Layout. Она максимально удобна именно для таких сложных объектов? Любая программа, удобная для сложных объектов. На самом деле, просто я к ней очень привык. Знаю инструментарий и ходки, поэтому работаю в ней. Пакую вризами. Спасибо большое. А вы никакие скрипты не используете для того, чтобы экспортировать это все, когда в Maya выбуливать это все обратно? Да. Есть стандартный скрипт GoZ, который используется как бридж между Maya и ZBrush, но, честно говоря, я им не пользуюсь. Я просто беру в общ, закидываю, и этот же общ обратно в ZBrush. Это все равно быстро выходит. То есть можно пользоваться GoZ. Это удобный инструмент. Может быть сократить время. Поэтому, да, пользуюсь. Спасибо. Если уже спросили про UV layout и так далее, то можете ли вы что-нибудь сказать по поводу разницы между UV layout и UV editor в 18 майке? То есть 17-й, понятно, он совсем кривой. А в 18-й… В плане поковки или развертки? И того, и того. Ну, развертка – это самый простой процесс. Он одинаковый везде. В плане поковки Maya 2018 очень сейчас хорошо пакует. То есть там можно паковать. Я пользуюсь Rizom, потому что… Ну, это спорный вопрос. Но мне кажется, там еще лучше выглядит. Но в любом случае идеального инструмента поковки сейчас не существует. Ну, есть, допустим, не знаю, у людей в AAA-студиях, например, какое-то восприятие такое, предполагаю, я там не работал, что вот это, например, Моветон использовать, там, Майерск, я не знаю, поковка и так далее. Есть такое или нет? Да нет. Бывают люди, которые вообще вручки руками пакуют. Поэтому, как бы, у каждого свой пайплайн. Главное, чтобы UV-ха выглядела хорошо, чтобы пространства было мало. И если трубы ходят руками, то отлично. Но быстрее это делать автоматически, либо в Май, либо в Rizom. Спасибо. Еще один вопросик по поводу, собственно, булевых операций и топологии. Вот если нужно выбулить какие-то треугольные объекты из цилиндрика, и появляется очень артефактная топология, которую действительно видно, как с этим боретесь? Да. Это для лоу-поли имеется в виду, да? Да. В таких случаях я, когда создаю эти формы для вырезов, я уже рассчитываю их на лоу-поли. То есть можно, конечно, взять и супер грубую форму сделать, главное, чтобы она выглядела красиво, и пофигу на топологию. Но если грамотно это делать, и заранее формы готовить для того, что они у вас будут использоваться в лоу-поли, то тогда можно хороший результат достичь. То есть можно… То есть вот таких вот безумных пересечений вертексов у вас не будет, если хорошо заготовите формы для вырезов. Спасибо. Еще вопросы? Ну такой совсем простой вопрос. Сколько у вас уходит в среднем времени на одну… Вот на один меш. Ну на одну пушку. Вот от хай-поли до окончательного текстуринга. Ну это очень спорно. Ну все зависит от оружия. Ну пистолет, допустим. Пистолет, да. Допустим, пистолет. Ну дней 12-15. То есть это 15… Ну короче, чем больше, тем лучше, потому что я могу больше времени потратить на текстуринг. То есть если так уж задумываться, то на текстуринг я трачу дней 5. То вот так вот по 8 часов сидеть – это очень много. То есть на пропсы столько не выделяют, допустим, времени. Но если я хочу потратить много времени и хорошо сделать пушку, то вот на пистолет я потрачу дней 5 на текстуринг. Соответственно, все остальное время надо максимально быстро сделать все остальное. А ребята, еще вопросы есть? Есть еще. В ZBrush вы максимально делаете фаски через Polish? Переносятся ли они на low-poly модель? Нет, не переносятся. Ну то есть это можно заранее продумать. То есть если мы создаем простые формы, которые мы выбуливаем, если их задумывать уже с расчетом того, что это будет low-poly, то можно делать фаски и точно так же на low-poly. Просто это из-за того, насколько у вас оптимизированная модель. То есть нужно ли вам, допустим, с фаской 90 градусов добавлять сечение или сделать просто hard edge и просто один edge. То есть опять, если заранее это все продумывать, то все зависит от оптимизации, которая вам нужна.